доброго времени суток я приветствую всех друзей и гостей моего канала меня зовут марина и я готовлю простые вкусные блюда из недорогих продуктов присоединяйтесь будем готовить вместе подписывайтесь ставьте лайки делитесь в своих любимых соцсетях за добрые комментарии большое спасибо на улице мороз очень холодно что остается делать чай пить а чаще по-быстрому по-легкому что можно сделать пирожки вот сегодня будем готовить тесто на пирожки начинку я еще пока не придумала можно и с мясом делать можно и сладкий делать из капусты делать из картошка любое но пока что делаю место походу я посмотрю какое какую я сделаю начинку для теста я возьму пол литра кефира кефир должен быть теплый 150 грамм сметаны 2 столовые ложки неполные сахара и чайные ложки соли тоже неполные 2 чайные ложки соды 2 яйца 60 миллилитров растительного масла сода кефире погасится так теперь насыпаем постепенно муку муку примерно по рецепту нужно кило двести кило четыреста мы будем смотреть по по нашему тесту тесто не должно быть забитая а такой слегка липкая так девочки тесто я замесила у меня ушло кило двести муки теперь я это убираю тесто накрываю и минут на двадцать его оставляю в покое буду заниматься начинкой так девочки значит вот такое у меня повидло что самое интересное написано черная смородина читаю тут смородины близко нету есть только пюре яблочная фата кукурузная сахар регулятор кислотности лимонная кислота краситель пищевой натуральный кармин краситель пищевой натуральный антоциан и ароматизатор черная смородина консервант сорбиновая кислота в общем написано черная смородина глянула думаю на черная смородина ну короче пустая хорошо будет смотрите в тесте вот хорошо пойдет у меня салат был я водичку с него слила летом делала салаты жидкости вот это тоже начинку положу и грибы грибы вешенки в банке тоже вот воду слила сейчас я лук пережарила и немножко сюда добавлю и блендером немножко их прокручу вот у меня внутри начинки пирожков вот как вариант начинки с чем сделать пирожки так вот она третья моя начинка вот с этими начинками буду делать сегодня пирожки жарить буду на масле растительным так девочки время прошло уже теперь беру немножко смазываю на 12 частей в следующем году Примерно, чтобы они одинакового размера были. В зависимости от того, какие вы хотите делать пирожки. Большие, либо маленькие. Примерно. Поехали! Поехали! Скотаем. Так вот. Получится! Что, еще раз поднимается? Да. можно поменьше сделать за вторым чтобы рука не потянулась как говорится на ваше усмотрение девчонки как вы любите так делайте все накрою так девочки время прошло теперь я беру немножко лобочек раскатываю беру ложу начинки у меня сейчас ложу грибную начинку теперь у нас же в масле пирожки чтобы хорошо слеплялись чуть-чуть так мукой здесь промазываю и собираю тогда хорошо послепляться сильно масла не на не наливайте чтобы они не плавали у вас жарить будем переворачивать теперь смотри что делаю разминаю чуть-чуть и вот эти вот хвостики туда делаю вот такой вот и так делаю все остальные с разными начинками так вот я положила салат сюда напомню что я жидкость сцедила и также залепляю его немножко мукой прошла по краешку вот здесь вот чтобы не масляная была там и легче залеплялась хорошо закрепляйте косичку как на вареники как я уже говорил переворачиваю тоже точно так же сделали прямоугольничек я их по отдельности буду ложить чтобы не перепутать при аминь голову отброс так не Продолжение следует... Так, девочки, делаю третью начинку. Повидло, которое называется смородина. Смородиновое. Вот точно так же все делаю. Только чтобы они отличались, я их чуть поменьше сделала. Точно так же все залипливаю, все закрываю. Все тот же... Такой репешок и косичка. Сладкая начинка имеет такое свойство вытекать. Вот это нужно хорошо заклеивать ее. Так, вот эти вот так вот сделаю, не буду затягивать туда. Так, куда я их положу? И другие сделаю. Так, девочки, вот я налепила. Маленькие сделал. Еще, ну это самое, сладкие, короче, еще сделал маленькие. Все, масло налила в сковородку. Иду жарить на медленном огне. Сейчас буду... Так, вот жарится на медленном огне. Переверну, потом крышку накрою. Первую партию я положила с грибами. Там еще один мини с грибами. Так, девочки, перевернула. Сейчас немножечко пожарится, потом накрою крышкой. Я вот здесь пожарю, а потом буду еще бока прожаривать вот так. Пламя небольшое, смотрите, все наши пыльцы орелами. Оно должно успеть прожариться. Девочки, вот я перевернула с одной стороны, потом вторую сторону обжарила. И боковушечки теперь вот эти вот. С одной стороны, теперь с другой стороны обжариваю. Масло совсем немножко нужно, чтобы было, чтобы не плавали они в масле. Пирожки наши готовы. Готовьте, пробуйте. Это несложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Делитесь в своих любимых соцсетях. Большое спасибо за добрые комментарии. Приятного аппетита. Девочки, большие пирожки чуть-чуть дольше надо будет жарить. Чудочку-чуть дольше. А маленькие прям хорошо, быстро жарятся. Приятного аппетита и пока-пока!